Всем привет! Задача у нас становится все больше и больше. Надо дожимать LPI вторую часть экзамен. Мы с вами сегодня будем продолжать разбираться с темой ведения логов. И у нас LPI просит разобраться, даже не разобраться, а упомянуть, знать о такой штуке, как R-Syslog. Вот о R-Syslog сейчас у нас будет небольшое занятие. У него очень много плюсов, основные нюансы я вам расскажу, а дополнительную информацию дам в виде ссылок в описании видео. Официальную документацию у нас называют R-Syslog, быстрый как ракета системы для обрабатывания логов. Вообще это обычный демон логирования. Создавался он таким же образом, как и Syslog, но постепенно стал универсальным инструментом, который умеет принимать информацию с кучи источников и выдавать ее в различные назначения. Он действительно очень быстрый, он может обрабатывать около миллиона сообщений в секунду, что является такой серьезной производительностью. И у него есть ряд плюсов. Значит, в обычном Syslog демоне у нас ограничены возможности фильтрации. Нет фильтрации по адресу сервера, есть только по стандартным Syslogовским свойствам. И результате у нас уведомления от всех серверов валятся в один файл. R-Syslog нам позволяет фильтровать все по целому ряду признаков. У него есть огромное количество возможностей создавания фильтров, включая стандартные выражения. И второй плюс R-Syslog он может использовать возможности протокола TCP. Syslog у нас может получать, отправлять сообщения по UDP, но UDP у нас является таким протоколом, который не проверяет информацию. А TCP у нас может, использование TCP позволяет отправляющей стороне контролировать прием записи сервера. То есть у Syslog вот эти два основных плюса, помимо еще кучи дополнительных. Наша родная Ubuntu уже давно, не помню с какой версии, стала использовать R-Syslog. То есть если мы с вами напишем, не только от имени суперпользователя, сервис SyslogStatus, например, проверить статус Syslogа, мы увидим с вами то, что у нас вместо Syslog используется R-Syslog. Уже давным-давно. То есть он используется вместо Syslog и выполняет те же самые функции. Несмотря на то, что в Ubuntu у нас сейчас используется еще журнал демона, который мы говорили на прошлом занятии. Ну, в общем-то, у нас здесь есть R-Syslog, мы можем здесь посмотреть его настройки. Значит, первое, что мы можем глянуть, это опции, которые передаются демону Syslog при старте. У него есть куча опций, которые вы можете использовать. По умолчанию у нас там, по-моему, ничего нет. То есть он просто в дефолте у него все пусто. Да, действительно, видите, R-SyslogDemonOptions, и у нас в кавычках пусто. Мы можем посмотреть мануал по Syslog, вот он пишет, R-SyslogDemon, посмотрите. И посмотреть, какие именно опции мы здесь можем указывать. Здесь их очень много, нам это знать не нужно, потому что LPA просит нас просто знать о существовании R-SyslogDemon в сегодняшний момент. Значит, основной конфиг с SyslogDemon у нас находится в файле etc.r-syslog.conf. Я открываю все катом. Нам достаточно будет ката, потому что здесь так все, в принципе, видно. Значит, у нас здесь наверху написано то, что он фигурационный файл, как обычная решетка, это просто комменты. Значит, он разбит на четыре таких секции, причем по умолчанию видны только две. Первая секция – это модули, вот она. Потом у нас идет секция глобальные директивы, еще бывает секция шаблонные правила сортировки. Здесь их нет. Значит, разберемся быстренько с каждой секцией. Модули. Здесь у нас есть несколько видов модулей. Например, здесь есть модули ввода. Они применяются для использования различных источников сообщения. Начинается на I – input. Input модуль, вот он есть, видите. Muxoq, implog, impmark. Вот они все, impы, impы, impы. Значит, по умолчанию у нас, которые здесь есть, и Muxoq – это поддержка локальной системы логирования, здесь, в принципе, написано, то есть он банально читает информацию, где в лог. Затем у нас есть kernel log, то есть он у нас точно так же поддерживает журнализирование сообщений ядра. Далее у нас по умолчанию закомментирован модуль, который поддерживает сообщение Mark. Значит, сообщение Mark – это специальные сообщения, которые у нас говорят о том, что сервер логирования жив, он работает, просто ничего не происходит. По умолчанию, опять же, вот мы посмотрели только что наверху пустой файл конфигурации его, ну, то есть не то, что пустой файл конфигурации, файл конфигурационный, который задает опции по умолчанию. И мы в нем можем указать, чтобы он использовал, допустим, отправку вот этих вот Mark сообщений, каждые там 20, каждые 40 минут, раз в час просто у вас туда в журнале события, раз в час будет появляться сообщение, текст, который будет задержать себе только вот этот два прочерка, Mark два прочерка. То есть вот эта вот система Mark Messaging – это именно автоматическая запись журнала событий, слово Mark, говорящая о том, что сервер логов жив. Далее, здесь у нас есть еще модули, которые позволяют нам работать с UDP и с TCP. Сейчас у нас по умолчанию никакие сообщения никуда не отправляются, ниоткуда по сети не принимаются, поэтому у нас здесь все закомментировано. Здесь, видите, указан порт, по которому можно принимать сообщения и так далее. Также здесь у нас еще бывают модули вывода, модули парсинга и фильтрующие модули. Об этом всем прочтете в ссылке, которую я вам дам к видео, там очень хорошая статья, товарищ написал прекрасную статью. Модули постоянно у нас тут обновляются, добавляются разработчиками, можно, в принципе, написать самим свой модуль, обо всем этом тоже там написано. Далее у нас есть настройки вот этих вот Global Directives, глобальные, так скажем, параметры. Значит, у нас здесь есть несколько их по умолчанию, все стандартно, то есть у нас вот переменная, грубо говоря, то есть параметр и его значение после пробела. Так здесь все сделано. Видите, параметр, значение. Значит, наверху он у нас показывает то, что он использует классический формат времени для ведения логов. Это по умолчанию традиционный, это месяц, день, час, минута, секунда. Можно включить еще отдельный Unix-овый формат меток временных. Вот этим вот параметром. Он как раз здесь их включен. Далее у нас здесь есть права по умолчанию для лог-файлов, то есть у нас кто будет владельцем, кто будет группой владельцев, права на создание файла, права на создание папки, маска. И вот эти вот две штуки при DropTo, это от кого будет запускаться демон нашей вот этой вот версии слог. Далее внизу у нас здесь есть директория, в которой будет храниться спул. Спул это у нас такая очередь сообщений для обработки, то есть, ну, условно говоря, просто очередь из файлов, которым будет обрабатываться, передавать куда-то. Вот эта вот очередь будет находиться здесь. Далее тут у нас в конце самый последний параметр, который говорит о том, что нужно включить конфиг из вот этой вот папки r-syslog-demo. Мы туда еще поглядим. Я вам скажу то, что вот здесь у нас еще бывает два отдельных модуля. Это шаблоны. В шаблонах мы можем задавать формат вводимой информации, использовать динамические файлы на основе какого-то правила. Об этом будет подробно по ссылке у вас. И есть еще правила сортировки. Правила сортировки, они похожи на то же самое, что есть в syslog-demo. То есть, это источник, приоритет, и что делать с сообщениями от такого источника с таким приоритетом. Здесь есть еще дополнительная фильтрация на основе отдельного языка скриптового Rainer Script. И здесь также есть фильтрация на основе свойств, полученных из предыдущих шаблонов. То есть, это отдельная глобальная серьезная настроечка, которая позволяет нам кастомизировать наш dtrc-slot. Но на данном уровне нам так глубоко лезть не надо. На практике, как мы доберемся, покопаемся, если вам по ссылке со мной переходить с ними. Значит, сейчас просто посмотрим вот в эту директорию, глянем, что там у нас есть. ls.etc.rc-slot.d. И видно, что у нас здесь есть два файла конфигурации каких-то для syslog-demon. Давайте глянем 50-й файл. И, в принципе, да, только мне нужно его глубже глянуть. 50-й файл. Катом посмотрим. И видно, что это, в принципе, такой же файл конфигурации, как и был у стандартного syslog. То есть у нас вот здесь все, в принципе, то же самое. Кто у нас является источником, аус, аутплик, какой вид сообщений, вот такой вот вид сообщений, и, собственно, куда записывать информацию. Все то же самое. Вот, допустим, вот все ошибки и выше от почты будут записываться вот в такой-то журнал. То есть, посмотрите, если вы не помните занятие по syslog, вот этот вот файл конфигурации полностью совпадает с syslog. Только у syslog он один, а у нас здесь можно создавать несколько в этой папке файлов конфигурации, например, вот здесь у нас был, какой там еще, 20-й, по-моему, был для файрвола. Да. И вот есть отдельная, допустим, настройка для файрвола. То есть, если у нас сообщение любое содержит Ubuntu файрвол вот так вот с пробелом, то для вот этих вот всех сообщений с Ubuntu файрволом у нас еще отдельный файл создается для Ubuntu файрвола. Но он не Ubuntu, он Uncomplicated, по-моему, файрвол называется. Ну, вот так вот, собственно, выглядит syslog. И еще мы должны с вами знать о его ротации логов. В принципе, тоже все то же самое, что у syslog. Можем глянуть на стройки файлей etc.logrotate.dr.syslog. И здесь, опять же, точно так же, как у syslog была информация про ротации логов, отдельно syslogовский журнал, как их нужно ротировать, какие сообщения, как затирать, что делать, сжимать, не сжимать. И по всем остальным журналам, вот они у нас, указаны немножечко другие настройки. То есть здесь, вы видите, он ротирует 7, здесь он ротирует 4. С практической точки зрения не самое полезное занятие, но мы все равно должны были с вами просто знать о том, что syslog существует. Когда у нас сейчас выйдет обновление LPE сертификации, возможно, они уже укажут, что конкретно мы должны знать, чтобы я не грузил вашу голову всеми вот этими фильтрами и шаблонами лишний раз. Тогда мы будем разбираться с ним поподробнее. Так вы просто знаете, что у него есть файлы конфигурации, а так, в принципе, это такой же демон логирования, как и стандартный syslog, только у него есть дополнительные опции и возможность передачи приема сообщений с использованием протоколов CCP.